Добрый день, друзья! Ну что же, я наконец-то собралась на йогу. Вот, теперь, значит, у нас обеденная группа набралась. Значит, будем ходить в обед. Ну, там чуть-чуть, конечно, будем платить символически чисто. Но зато хорошо вот так вот. Утром как раз было тяжело мне просыпаться. Все-таки зимний период, знаете. И поэтому вот в обед как раз, ну, с йоги я как раз пойду на работу. В общем, это меня очень устраивает. Ну что же, поехали! Ну вот, вот это вот ДК наш. Утром хорошо, машин вообще нету. А сейчас целая куча. Не знаю, только вход с этой стороны. Было с этой, я уже долго не была здесь. Посмотрим. Если не с этой, значит, с другой стороны должна быть входа. Так я вот летом ходила, пешочком. Совсем, но мне надо на работу. Вот он вот так вот. На машине. Вот, девчонки, вот собрались. Здесь шторы повесили. Цветочки. Красота. Сегодня целый день идет дождь. Еще какой сильный. Я ходила на йогу. Открыла шкафчик, а моего коврика нет. Представляете? Ну я не была, конечно, долго. Месяца три, четыре, наверное. Не знаю, вроде он закрывался на ключик. Девчонки говорят, да они посторонних вроде не лазили. Пришлось мне вот. Там есть коврики. Многие девчонки уже не ходят же, а коврики остались. И, короче, я взяла коврик. Сейчас открою, покажу. В общем, вот такой вот розовый, но он до того грязный. Сейчас хочу вот его постирать. Хотя на улице дождь идет, а что делать? В ванную положу, пусть в ванной сохнет. И, в общем, сшила вот такой чехол. Теперь там не буду оставлять. Буду всегда с собой брать. Ну да, тем более на машине. Так что проблем нет. Ну, знаете, что-то мне от этого вот травяного чая. Ох, прям сердце вот так стучит. Оно, знаете, такой сильный энергетик. Может, переборщила, что ли. Но я выпиваю где-то, наверное, литр. Больше не могу. Вот я сейчас померила давление. И давление у меня поднялось. Обычно у меня пониженное. А вот от этого травяного напитка. Что-то в сердце колотится, и давление поднялось. Наверное, надо меньше пить. Потому что, мне кажется, все-таки нагрузка на почки. Она же как мочегонда идет. Поэтому вот так вот. Как говорится, одно лечит, другое лечит. Муж у меня тут сварил борщ. Сейчас будем кушать. А Марсюня как всегда играется. Вкусит ничего не хочет он. Маленький засраненный. Да. Да и сметанку сметанку не хочет. Нас сегодня целый день льет дождь. Ой. Надо кофе Аудио пить, который утром взяла. Ну что же, будем кушать борщ. Борщичок. Так. Это хорошо делать. Одноварик, одноварик. Борща. Почти. Мне на 4 хватает. Точно. Ну хорошо, с одной стороны. А жидкое, жидкое-то надо. Всегда, да. Из курицы сварила. Я ему сказала, что курицу лучше разрежь. И вот видите, целиком получилось. Ну, придется сейчас нарезать ее. Курицу бы нарезала и обжарила бы. Нет, он бы обжарил, но бы не было сделано. Отдельно зажарку я видела. Зажарку делала отдельно. Со свеклы, морковку добавила. Все как надо. Все как надо. Сегодня решила сделать оладушки. Вот у меня здесь кефир, творог, яйцо. А вместо сахара у меня вот такая вот сладкая стевия. Мне, конечно, разрыхлитель надо еще положить. Так, кстати. Мне что-то стало рано. Время, знаете, 7 часов, начало 8-го только. Что-то голова разболела. Все, начало 8-го. Время-то уже было. Скоро 8 часов. Время бежит. Сейчас кошечку надо накормить. Что такое у меня корм? Вот, Шеба. Да, Максима? Он уже ждет свою еду. Вот, оказывается, надо понемножку давать, чтобы кушал хорошо. Вот, хочет он уже, да? Устин хочет. Сейчас. Ну, вот такая гора оладушек у меня получилась, ребятки. Сейчас будем завтракать. Да. Ну, вот у меня завтрак готов. Такие оладушки у меня со сметанкой будут. Вот, кусочек хлеба с сыром, сосиска и кофеёк. И с утра, как всегда, у меня ютуб. Смотри ютуб. Честно говорю, что блогер. Дядечка. С утра его покормила жидким кормом, половину пачки дала. Ну, сейчас вот зашла в интернет. И, значит, хочу узнать, сколько надо корма. Корма в день для кота. Ну, он у меня, как сказать, ещё котёнок. Вот. Ему сколько? Десять месяцев. А для кота норма, значит, всего 50 грамм сухого корма в день. Я вот ему насыпала здесь 25 грамм. Ну, это же совсем мало. Боженьки ты мой. Это, значит, получается, вот по 25 грамм я должна кормить всего. И получается 25 днём кормлю и 25 вечером, да? Ну, считаю же это совсем мало. Вот. Он у меня кушает немного больше. Я всё время, всё время самое думаю. Вот мой котик так мало кушает. А косы нет. Нормально он ест. Я ещё пытаюсь ему дать там сметанки, курочку. Думаю, почему он не ест это ни сметанку, ни курочку. Ну, оказывается, ему вполне достаточного этого корма. Вот. А насыпаю я, конечно же, больше ему. В общем, выходит, что я немножко перекармливаю. Ну, да ладно. Пока ему достаточно. Потому что он ещё котёнок. Он как-то больше двигается. В общем, не так сильно прям. Но всё равно. Иногда нападает на него. Начинает носиться по комнатам. Туда-сюда, туда-сюда носится. В общем, насчёт питания я успокоилась. У нас вчера целый день был дождь. А сегодня прям холодно-холодно. Ну, не так, чтобы холодно. Снега нет, но... Посмотрите. Листики все попадали на деревьях. В основном они ещё стоят. Не голые, а ещё с листочками. Даже есть деревья с зелёными листочками. Вот такая у нас погода. Так, я пришла здесь в Киркан. Давно здесь не была. Надо сделать кое-какой закупорни. Там охранник стоит, говорит. Кьюар не принимает. Только наличкой. Я говорю, а карточкой можно? Ну, говорит, и карточкой тоже можно. Что ж, я еду домой. А сначала мне надо пойти взять заказ в Альбельс. Там пришёл опять один заказ. Вот так по одному, по одному получаю. Но, в принципе, мне не сложно. Она находится прям по пути к дому. На химпосёлке. Ну, в общем, поехала я. Посидела на работе. Вот, посчитала денежки. А теперь за посылочкой. А потом домой. Я пришла домой. У меня небольшой закуп такой. Купила фарш. Вот я делала здесь килограмм фиртами. Кстати, там очень хороший фарш. Значит, хлебушек бездрожжевой. Так, крабовые палочки. Вики буду делать салатик с майонезом. Семечки джин. Потому что по вечерам мы любим грызть семечки. И взяла домашние сметаны. Фиртами, кстати, очень хорошая сметана. Я постоянно беру. Вот. Взяла здесь. Так, тут получается почти пол-литра. Вот такая сметанка. Ну и яблочек взяла. Возвольте циркало. Я взяла яблочки. Кстати, вот такие неплохие. 350. И получила второй заказ. Фаберлик. Это корм. Сейчас откроем и посмотрим. Шилка идёт с Россией. Поэтому они так её запаковали. Заскочевали. Вообще очень тяжело открывать. Ну, сейчас вот. Корм такой. Премиум корм. Холистик. Смотрите, вот такой корм. Здесь 400 грамм. Корм Холистик. Смотрите. Защищает, значит, мочевую систему. Для взрослых кошек. Ну, он у меня уже почти взрослый корм. Взрослый кот ему в декабре уже будет один годик. В общем, фирмы Бранч. Смотрите. Вот так вот выглядит. Вот. Кстати, в магазинах такого корма нет. И даже в ветеринарных клиниках тоже нет. Видите? Урина. Уринари. Уринари протекшн. Пребиотик. Вот. Контроль ПЭШ мочи. Здоровье мочевой системы. 39% натуральных ингредиентов. В общем, как могла, прочитала. Смотрите. Контроль веса. Контроль мочи. Здоровье мочи. Здоровье сердца. Здоровье мочевой системы. Вот. Сбалансированный рацион для взрослых кошек. Вот. Ходящие его составы ингредиенты. Регулирует ПЭШ мочи животных. Низкое содержание магния. Оптимальное количество минералов. Вот. Благодаря этому снижается риск образования камней в животных. Вот. Состав продукта животного происхождения более 39%. Также рыбий жир. Рис, кукуруза, продукты её переработки. Отруби, растительные масла, люцерна, клетчатка, яблоки, клюкова, облепиха. Короче, чего только нет, ребятки. В общем, производит эта страна Беларусь. Ну, в общем, вот такой корм. Ну, пока я его не буду открывать. Пусть сначала он съест все корма. А то я вот, оказывается, нельзя смешивать. А то я там проплан смешиваю с вискосом. Там потом ещё с другим каким-то. Оказывается, так нельзя делать. Вот сейчас он проплан всё съест. Там осталось немножко. А потом начнём вот этот корм. Ну, а потом, если понравится, буду заказывать. А может, буду какой-нибудь другой. Кстати, вот на Валбересе мне очень понравилось заказывать. В магазинах многих таких товаров нету, как на Валбересе. Так что мы довольны. Да, Марсик? Кстати, сегодня с Лизой мы заказали капли для глаз. Японские капли. Очень много хороших отзывов. Вот получим, попробуем. И скажу результат потом вам. Сейчас я собралась ужинать. У меня такой ужин. Скромный, значит, борщ. Вместо хлеба у меня слайсы две штуки. Ну, я не удержалась и захотела сметанку домашней. Ну, тут чуть-чуть у меня. Ну, а огурчики здесь, зелень руккола и тяй. Сейчас буду, значит, ужинать. Марсик уже поужинал. Вот. Всем приятного аппетита. Такой скромный ужин у меня. Всем, кто ужинает, всем приятного аппетита. И мне тоже. Продолжение следует...